В открытии самой необычной выставки приняли участие автор книги и мастер, создавший иллюстрации. Впервые художественный центр, по словам его руководителя Нины Власовой, принимает вот такой творческий тандем. К слову, и картинки из печатного издания, оказавшиеся в раме, здесь выставляются тоже впервые. На 100% совпали. Я говорю, что я не настаивал, то есть я ему дал, в рассказы еще не оформленные, он прочел, выбрал те, которым интересно будет сделать иллюстрации, сделал иллюстрации, и вот мое мнение как автора совпали на 100%. Изначальная экспозиция задумывалась только как выставка работ, выполненных в графической технике. Но потом художник Алексей Рютин принял решение разбавить иллюстрации портретами и пейзажами. В написании большинства работ живописец использует не только краски, среди которых превалируют темные тона, но и сухоцветы, бусины, драгоценные камни. Темный цвет, черный цвет, это на самом деле не мрачный цвет, это цвет, который включает в себя все составляющие. Если не было бы такого коэффициента, как черный цвет, тогда бы не знали, что такое светлый цвет. Поэтому я считаю, что это глубокий, очень сложный и, как сказать, наверное, нужно уделять ему внимание. Мне просто нравится из мировой практики художники, которые уделяли свое внимание темным тонам. По отзывам первых посетителей выставки Алексея Рютина, экспозицию составила та графика, которую не стыдно оформить в раме. Быть может, от того, что художник не берется за иллюстрации, если работа ему не по сердцу. К слову, вернисаж называется иллюстрацией книги и другое. А про другое, как заметил сам автор, пусть говорят критики. Ольга Дерибера, Владимир Зеливанов, Местное время.